Турнир на новом катке стал не просто первым, но еще и международным. Ко всему прочему, вместо лезвий на коньках спортсменов из Риги Хабаровска – специальные ролики. А вот несмотря на палящее солнце, игроки вышли на площадку в обыкновенной хоккейной форме. Нововведения не смутили юных хоккеистов – победителей Всемирного фестиваля «Спорт за мир», который в эти дни проходит в Сочи. Эмоции, конечно, бешеные. Все-таки, ну как, впервые такое в жизни. Не всем это дано, детям. Мы очень рады всей командой, если честно. Хоккейстов из Амура и Риги назвали первооткрывателями. Турнир на роликах в юношеском хоккее – это новинка. И где проводить пляжный хоккей, как не в курортном и Олимпийском Сочи, отмечает председатель комитета по спорту городского собрания Анжела Селюкова. Мне вдвойне приятно сегодня открывать международный турнир по пляжному хоккею. Это первая ласточка в нашем городе. Это первый искусственный каток в летний период. И я надеюсь, что такие турниры будут проходить регулярно. Это приятно, потому что мы в нашем городе собираем все самое лучшее, что можно вообще придумать для себя. Так, конечно, хочется пожелать нашим детям добра, созидания новых побед. Поздравила сочинский депутат сегодня и всех детей своего округа. По многолетней традиции для юных адлерцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных и многодетных семей, для детей-инвалидов, Селюкова организовала в районном кинотеатре «Комсомолец» бесплатный просмотр мультфильма. Вообще, этот депутат оказывает постоянную помощь и управлению соцзащитой, и детскому центру нашему реабилитационному адлерскому. Если бы у нас побольше было таких депутатов, то у наших детей, конечно, их было бы меньше в трудной жизненной ситуации. Ей, конечно, огромное спасибо. Подарок в свой день оценили и главные герои. Для детей поход в кинотеатр оказался самым долгожданным подарком. Очень сильно понравилось. И денег даже не надо отдавать, чтобы в кинотеатр идти. Здорово, что мы на таком большом экране сегодня посмотрим мультики. А посмотрели ребята российскую премьеру мультипликационный фильм «Два хвоста» – историю о невероятных приключениях друзей, кота и бобра. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова